Шестой день фестиваля Встреча посвящена проекту Владимирского академического театра драмы, познавательной передаче под названием «Театральная новелла с Ольгой Гуниной». Этот цикл, скажем, этого сезона отличается тем, что мы решили рассказывать не только об актерах, не только о спектаклях, но и о тех творческих людях, которые создают и спектакли, и театр, и вообще такое вот пространство искусства. И на творческой гостиной будет влог, посвященный Юрию Семеновичу Копылову. И я, конечно же, не могу оставить это мероприятие без внимания, потому что Юрий Семенович для нас, для меня в частности, это, конечно же, всё. Это наш учитель, это тот человек, который сделал из нас артистов в своё время. И однозначно я могу заявить, что если бы он не случился на наших жизненных путях, мы были бы совершенно другими бы людьми. И вообще я считаю, что всякого рода сохранение памяти – это очень важно и нужно, потому что о людях помнят до тех пор, пока они живут в чьих-то сердцах. Юрий Семенович жив в нашем сердце, поэтому я сегодня здесь. Восхищены ваши идеи, Наталья Александровна, и театр, и ваши, и те, кто вас поддержал, сделать 80-летию сдущего режиссёра, и вашего города, и нашей страны, такой удивительный фестиваль. Это так редко было. Сегодня на главной сцене Ульяновского драматического театра спектакль «Холстомир» в постановке Сергея Ивановича Грицая. В 80-е годы прошлого столетия во Владимирском академическом театре драмы работал главным режиссёром Юрий Семёнович Копылов, народный артист России. В силу этих обстоятельств Владимирский театр и приглашён на первый всероссийский фестиваль, посвящённый Юрию Копылову. Мы покажем спектакль «Холстомир». Это последняя премьера предыдущего сезона. Такой очень масштабный, крупный спектакль, такое полотно. В нём занято 32 артиста и поставил этот спектакль, с моей точки зрения, выдающийся балетмейстер Сергей Иванович Грицай. Спектакль совершенно необычный. Он никаким образом не похож на другие холстомеры, которые мы видели. Совершенно оригинальное произведение с оригинальным прочтением, с переносом персонажей и действующих лиц в необычное пространство, в необычную атмосферу. И мне кажется, это интересная с художественной точки зрения работа. Очень приятно, что нас пригласили на такое событие. И приятно, что такое событие есть, когда есть память о режиссёре, который в России оставил след не только в одном городе, а в разных городах. И эти города собираются здесь, в память о человеке, который оставил свой след в театре, в искусстве. Владимирский театр хорошо помнит. Фамилию Копылова я часто слышал. Периодически те, кто старше поколения, рассказывали, вот у нас работал такой режиссёр, вот у нас работал такой режиссёр. И до сих пор эта фамилия звучит в нашем театре, звучит исключительно в положительных разговорах, в воспоминаниях тех людей, кому довелось и посчастливилось вместе работать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Любил так же встретиться и с хорошим рассаков. Один миг, звук, взгляд. И вы уже разъехались. И одиноко летить, каждый в свою сторону. Ну, знаете, с Сергеем Ивановичем мы работали не первый раз. До этого он был именно хореографом-постановщиком спектакля «Любовь под вязами», где мы уже с ним работали. И поэтому я заранее знал, что в «Холстомере» на меня будет возложена обязанность исполнять именно эту роль. И мне эта роль очень интересна, потому что там есть развитие. По сути, мне нужно сыграть жизнь человека от его рождения до его смерти. Почему говорю «Человека»? Потому что это было произведение само, да, «История лошади», «Холстомер». Было написано на львовом Николаевичем Толстым в тот период, когда он очень увлекался, скажем так, очеловечиванием животного мира. Когда животным передавались такие человеческие качества, которых даже у людей не всегда проявляются. И в этом произведении это как раз очень четко показано. Да, когда люди, которые являются людьми, но иногда животное оказывается более человечным и более полезным этому миру, чем человек. А работа с Ольгой Ивановичем была очень интересна в плане того, что, да, он действительно в первую очередь балетмейстер, постановщик, конечно, это и опыт, и такое чутье на то, как это должно быть. И лично для меня пластический язык очень понятный. Да, мне кажется, и через пластику можно передать им гораздо больше, чем через слово. Я хотела, хотела убить себя. Да я уже был убеден. Не должен был отречься от тебя. Нет, все эти три месяца, как ты появился здесь, я хотела подойти к тебе, хотела. Как каждый раз запрещала себе. Работали с Сергеем Ивановичем мы не первый раз. Сначала мы работали в «Любовь под вязами» с ним, как с хореографом спектакля. Здесь он был режиссер. И мне с ним невероятно комфортно, удобно. Он очень подробный, он очень помогает и поддерживает. И вот эта его помощь и такая вот скрупулезная работа, то есть в любом движении, в любой хореографической сцене он выстраивал очень все. По внутреннему налогу подсказывал, какое состояние должно быть. То есть вот работа, несмотря на то, что это хореографическая партия какая-то, мы еще по внутренней линии очень-очень много работали с ним. И поэтому, я думаю, спектакль получился такой очень крепкий и интересный. Спектакль невероятно интересный, но для меня в плане хореографии был немножечко трудноватый. Потому что с Сергеем Ивановичем я работала первый раз, хотя мои коллеги уже как бы с ним встречались на других спектаклях. Атмосфера царила невероятно дружелюбно. Сергей Иванович сам по себе очень такой интересный человек, который может найти подход к любому даже человеку, который не владеет еще хореографией. В спектакле было самое трудное, наверное, и невероятно тяжелое – это встать на пальцы, встать на пуанты. Вот как для меня. У человека, у которого плоскостопие, первая степень, вот это было самое тяжелое. Но Сергей Иванович нашел свой подход, так что вы можете прийти к нам на спектакль и посмотреть, как замечательно мы стоим и владеем балетом. Так, знаете же, люди, я не ваш! Я не ваш! Я не ваш! КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ